мой рабочий день был магазин у нас на втором этаже я находился на первом еду коридор небольшой но чтобы влезал в драку в разборку родитель хватает просто за плечи там за руку и движение ногой в голову потом пару ударов здесь что-то но мое же время такого не было два пацана с одной команды они же ровесники сами как-то решат разберутся между собой она-то куда лезет курица зачем хотя сегодня такое время может быть это и нормально да нет ну как нормально конечно не нормально не знаю даже если это без шлема а этот шлеме какая разница может быть кто без шлема и начал весь конфликт всем здрасте вот уже неделю и не нахожу себе место постоянно эта ситуация в голове я вот вспоминая свое детство да как оно было не было такого поэтому поделюсь с вами очень интересно на самом деле ваше мнение может быть какой-то ответ я для себя найду мой рабочий день был магазин у нас на втором этаже я находился на первом еду коридор небольшой что-то как-то все быстро два пацана 12-13 лет они здесь занимаются я их знаю родители тоже знаю между ними значит потасовка и получается один без формы полностью второй полностью форме в шлеме в крагах другой вообще без всего вот она серия ударов открывается дверь раздевалки они стали буквально в метре от нее даже меньше вылетает мама вылетает мама с раздевалки была мама спортсмена который был ближе получать раздевалки и второй мальчик который форме она на него летит и вот этот вот движение хватает просто за плечи там за руку и движение ногой в голову потом пару ударов то есть я думал она какими-то бойцовскими и на может единоборствами занимается но нет это вот мама за своего там сына вылетела то есть его там как-то крушить я получается иду навстречу до меня метров может быть пять большие глаза увидела тоже меня немножко шаг в сторону и начинает громко орать матом на этого парня что с ними шлем будь мужчиной делись как мужчина и и сын стоит в стороне с большими глазами молчит и вот она это все разруливается я иду вот это все вижу не понимаю какого черта ты то вылетела куда ты лезешь с ногу летишь там в голову еще что-то возможно она это но как мне кажется поняла что она не права хотя может и ошибаюсь и она кричит опять же матом с ними шлем будь мужчиной тот пацан там шаг назад два назад отстаньте вообще не с вами разговаривать сейчас молодежи же и мата может послать кого угодно принципе плюс-минус так и было что какого вы там вообще лезете мы сами решим ну и вот это вот перепалка продолжается и я вот потихонечку потихонечку уже прошел и поднимаясь к себе в магазин и вот в голове вот это все 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 перебираю был вот такой гель намазал и забил гели товгай сделаны своими для своих я вспоминаю свое детство то есть когда нам было также 12-13 лет я помню это были драки между собой это было поливание душем это даже было моноке то листам вдвоем-троем на 1 до такое было но чтобы влезал в драку в разборку родитель ну такого не было я такого не видел и поэтому мне немножко сложно представить мое время там чья-то вообще мама влетела с кулаками там с ногами ну не было такого не было поэтому наверно для меня это было таким удивлением 12 лет пацанам но наверное как-то они сами между собой нам решат ну подерутся ничего страшного бывает но в шлеме один-другой без шлема на льду это то же самое если шлем слетит сразу же драка будет все что угодно это я уже так раздуваю большим удивлением шоком для меня было что мама с ноги понятно курица и и яйцо она защищает но как мне кажется взрослый человек уже должен понимать что это не дочка и это такой вид спорта где без каких-то там драк не обойтись и кровь будет и выбиты зубы и переломы и шрамы и швы и скорая все это все это будет этого не избежать поэтому для меня за всю эту неделю я каждый день это вспоминаю ситуацию буквально это было вот здесь в раздевалке один стоит здесь второй стоит здесь вот у них драка она вылетает с раздевалку раз отталкивает и вот этот удар с ногой пару еще ударов я там она на меня вот что начинает на пацана орать не мишлен да ты трус да ты не мужик и если вообще не не понимаешь что происходит мама ты откуда взялась не видел я такого даже не слышал знаю моем детстве было когда родители дрались там папа между собой с одной команды дан потому что они сказал твой мертвый другой стал не твой и вот так но чтобы именно родитель на ребенка с гулаками а главное с ногами такого не видел не встречал даже не слышал спортсмены в общем ситуация не дает мне спокойно жить не знаю почему так она меня прям засела напишите что вы думаете как бы может быть вы поступили а может быть при вас такое было и повторюсь возможно сегодня это нормально по мне так это играть на кей большой выбор новой ибо у хоккейной формы в магазине хоккейка